Стоять до последнего Ну, конечно, естественно, собственно, это главный вид спорта всегда был в нашей стране, хотя у нас там особых успехов после 60-х годов не было. Хотя нет, в РУ в 88-м году мы Олимпиаду выиграли и заняли второе место на чемпионате Европы, вполне такое честное. Я помню, я смотрел точно, это было лето 88-го года, когда мы выиграли у голландца в группе, а потом проиграли им в финале чемпионата Европы. Но проблема состоит в том, что для того, чтобы был хороший футбол, нужна очень большая работа предварительная. Нужны футбольные школы, подготовка и все остальное. Сейчас это у нас все отсутствует как вид. По этому поводу много в интернете пишут. Ну, понимаете, мы даже Олимпиаду по хоккею выиграть не можем. Но это, впрочем, тоже довольно естественно, поскольку трудно ожидать со сборной, в которой играют игроки НХЛ, которым жестко говорят, ребята, если вы посмеете отобрать у нас Олимпиаду, то не надейтесь на хорошие контракты. Ну, вот такая штука. Но при этом вы, значит, определяете критерии национальности, вида спорта и вообще народности. Это по уровню фанатов, болельщиков, правильно? Нет, конечно. Это просто, грубо говоря, по количеству людей, которые смотрят. Вот. Ну, я помню времена, когда наши команды играли в кубках. Я помню, был один даже случай, когда пять команд играло, да. Одна в кубке чемпионов, одна в кубке кубков и три команды в кубке UEFA. Теоретически четыре играли в кубке UEFA, но это я уж не помню, по-моему, один раз было или два. Я смотрел, да, вот я помню, как я вечерами сидел, смотрел. Но сейчас не смотрите особо. Сейчас нет. Я сейчас еще не смотрю телевизор, у меня времени нет. Понятно. Вот новость срочная от РИА Новости. Вице-президент Лукоил Федун прогнозирует, что нормализация нефтяного рынка состоится ближе к октябрю. Что такое нормализация? Непонятно. Ну, вот стат такая. Нормализация состоится ближе к октябрю. Я не знаю, что имеется. Никак не могу прокомментировать. Так, возвращаемся к заявлениям Медведева. Уже не по футболу. Но Медведев поручил Минтруду и Минэкономразвития до 28 апреля представить предложение по установлению зарплаты в госкомпаниях в зависимости от показателей эффективности. Срок поручения определили на 28 апреля, как и сказано. Как необходимо оценивать госслужащих? Ну, бога ради. Ну, понимаете, в чем дело. Это все бессмыслится. У нас госслужащих сильно больше, чем были во времена СССР. Времена СССР государство управляло всем, а сегодня оно изображает, что оно не управляет ничем. Ну, давайте сократим количество госслужащих в три раза. А оставшимся увеличим немножко зарплату в полтора раза. Во-первых, будет бешеная экономия, во-вторых, может быть, эффект появится. Да вот. У нас отменили образование, отменили здравоохранение. Ну, в общем, понимаете, это как бы... Я даже не знаю, как это все назвать. Ну, делом бы занимались, что ли. Ну, не знаю, там, ставку снижали учетную. Инвестиции бы обеспечивали, чтобы рубль был инвестиционной валютой. Нет, этим никто не занимается. Сложнее потому что? Или что? Да нет. Просто тут все понятно. Дал бессмысленное поручение, получил на него бессмысленный ответ, все довольны. А, соответственно, тут же надо разбираться, а что делать, а как делать, а почему делать. А никто из них не разбираться не может и не хочет. Вот. Вот как раз вот это то, что называется имитация окипучей деятельности. Вот. Те вещи, которые делает правительство в подавляющем большинстве, содержательного смысла не имеет. Ну, как? Что такое критерий качества работы госкомпании? Что имеется в виду? Какую она прибыль получает? Можно только предположить именно так, да. Ну, это дурость, потому что, на самом деле, очень многие госкомпании, например, РЖД должна обеспечивать инфраструктурные услуги. И если РЖД, если железные дороги вообще не получают прибыль, но они обеспечивают строительство новых дорог, увеличение грузооборота и т.д. и т.п. То в этом случае от них есть польза. А если она получает прибыль, то может оказаться, что это прибыль за счет того, что она подняла тарифы, и в результате у нас падает в стране грузооборот. И так далее, и тому подобное. Дальше. Аэрофлот покупает, закупает иностранные самолеты и не закупает наши. В результате прибыль он от этого, может, и получает на первом этапе, а в стране в целом минус. Ну, да давайте посмотреть на жизнь трезво. Но я еще раз повторяю, рассчитывать на то, что это правительство, это для него слишком сложно. Оно вообще не понимает, что такое системный подход. Оно такое, как бы это сказать. Это вот, знаете, вот так вот в детском саду. Логическая цепочка, она из-за оследует Б, а более сложной конфигурации оно не видит. Вот вы вспомнили РЖД, а такие госкомпании, как РЖД, можно вывести в прибыль? Их не нужно выводить в прибыль. Это не их дело. Их дело обеспечивать инфраструктурную связанность России в целом и ее экономики в частности. Это ее дело. Вот это госзадача. Именно поэтому нельзя ее выводить в абсолютно частное поле. Ну, собственно, это уже сделали. Вот реформа Грефовская РЖД, она же была, ну, тогда еще МПС, она же была проведена. В чем был смысл РЖД? Всегда есть убыточная деятельность, убыточные направления и т.д. и т.п. И была сложная система, при которой МПС, железные дороги в целом, отвечали за то, чтобы все эти функции исполнялись. Чтобы государство могло говорить, что это вот наша транспортная инфраструктура. Значит, Грефовская реформа к чему привела? Что есть прибыльные сферы, их вывели в частную сферу. И там люди получают прибыль. А другие сферы оказались убыточными. Например, электрички. РЖД говорит, у нас нет денег. Мы отдали прибыль частникам. Дайте нам из бюджета денег. РЖД говорит, у нас нет денег. Ну, собственно, это сказали региональные бюджеты. Они говорят, у нас нет денег. Электрички стали отменять. Ну и что? Вы считаете, что эта польза экономика в целом от этого просела? Ну и спрашивается, какая от этого польза? Ну, то есть, вот я считаю, что это идиотизм. Это совершенно классический пример, когда у людей такое мышление плоское. Они не понимают, что такое экономика, что такое государство, как оно устроено. Ну и так далее. Насчет госкомпании, опять же, я не могу не спросить, потому что очень много вопросов от наших слушателей по поводу приватизации. И многие убеждены, что вот этой тотальной приватизации нужно избежать. И госкомпании не нужно раздавать и частным инвесторам акции. На ваш взгляд, к чему это может привести? Ну, прежде всего, мы знаем, что вся приватизация, которая была в России, была тотальным воровством. Поскольку никто не наказан и сам процесс не осужден, то ничего, кроме тотального воровства, не получится. Ну, просто это делают те же самые люди. Вот те же самые люди. Рассчитывать на то, что у них получится что-то отличное, собственно, вы поймите, а в стране живет десятки тысяч людей, которые знают точно, что нормальный труд и нормальная предпринимательская деятельность – это идиотизм. Потому что она дает 3% прибыли, 5% прибыли. Это надо вкалывать. А тут можно дать небольшую взятку, но относительно, и получить сразу много. Они будут продолжать этим заниматься. Поэтому я считаю, что приватизацию делать нельзя ни в коем случае. Потому что ничего, кроме вреда, она в нынешних условиях принести не может. И не надо мне рассказывать про то, как будут пытаться защититься. Это, опять-таки, распиливание бюджета. Потому что нам уже много объясняли, как все будет честно. Результаты мы тоже знаем. Это невозможно в рамках нынешней системы. Значит, не нужно заниматься приватизацией. Сначала нужно разобраться со старой приватизацией, навести в этом деле порядок. Ну, а после этого будем смотреть, нужна, не нужна. Но, опять-таки, инфраструктурные отрасли, типа аэрофлота, РЖД и так далее, нельзя приватизировать. Потому что на них висят функции, которые, в принципе, не являются коммерческими. Но вы верите, что со старой приватизацией будут что-то делать? Будут разбираться, будут следствия? Да, будут. И чем дольше тянут, тем жестче будут эти разборки. То есть лучше потянуть? Лучше, наоборот, сделать это как можно быстрее. Потому что это закончится плохо. Кроме того, это бьет. Я уже там много раз объяснял, что вся наша коррупция и все наше уничтожение малого и среднего бизнеса. Ну, собственно, предпринимательство как такового. Предприниматель – это человек, который на свой страх и риск что-то делает. Но проблема состоит вот в чем. У нас люди, еще раз повторяю, методами, которые к предпринимательству не имеют никакого отношения. Называйте это пронырливостью, называйте это мошенничеством, как угодно. Вот у них вот в этом направлении таланты. Они, соответственно, получили очень большую собственность. Они не могут конкурировать с предпринимателями. Они никогда предпринимателем не занимались и не будут заниматься, потому что успеха они добились в другом направлении. Если человек заработал миллионы, а то и миллиарды на мошенничестве, то рассчитывать на то, что он будет честно трудиться, наивно. Он же не наказан, значит, он считает, что надо еще немножко помошенничать и еще миллиарды получить. Поэтому он будет уничтожать предпринимателей, которые ему конкуренты. И точно так же, поскольку у него предприятия в целом убыточные, то он будет коррумпировать власть, чтобы получать из бюджета деньги, чтобы компенсировать свои убытки. Об этом говорит Михаил Хазин. Вернемся. С нами экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, по приватизации что-то не договорили. Да, но на самом деле, если мы посмотрим на ту ситуацию, которая складывается сегодня, то мы увидим, что, собственно, вся эта история приватизационная, она же возникла по рекомендации иностранных экспертов Соединенных Штатов Америки. Мы знаем, что Верховный Совет принял совершенно другое законодательство, которое было просто проигнорировано. Это замечательно, да? Были приняты законы, которые были проигнорированы. Но в любом случае, это делала некая команда. Ну, и более ярким ее представителем был заместитель министра финансов США, а потом министр финансов при администрации Квинтона Ларри Саммерс, у которого связывали тесные отношения с российскими реформаторами, прежде всего, с Ачубайсом. Но самое замечательное другое, что эта команда осталась, да, и Ларри Саммерс никуда не делась, и Клинтоны никуда не делись, и, соответственно, команда Гайдара Чубайса тоже никуда не делась. Она по-прежнему руководит правительством и Центральным банком, экономическую политику определяет. Но если у нас придут к власти в Соединенных Штатах Америки альтернативные силы, изоляционисты, да, Трамп, он много чего уже сказал. Он сказал о том, что он собирается, ну, в реальности прикрыть НАТО, а официально он сказал, что он резко ослабит финансирование НАТО со стороны США. А НАТО это США, да, собственно, НАТО это институт прикрытия активности Соединенных Штатов Америки в Западной Европе, да. Но как только, значит, США резко сократят финансирование, это все рассыпется, потому что без денег США это все функционировать не может. Вот, он говорил о том, что он будет дружить с Путиным, Трамп, он говорил о том, что он просит упрощения у Сербии за военную интервенцию, за убитых граждан мирных, ну, и так далее, и тому подобное. Так вот, если Трамп приходит к власти, а похоже, что вероятность этого очень велика, то в этом случае вряд ли он будет работать с людьми, которые представляют, ну, как бы, мелких шестерок его базовых противников. И по этой причине эти ребята, которые сегодня сидят в правительстве, они чувствуют, что осталась, как бы, последняя возможность сорвать большой куш. Поэтому они так из штанов упрыгивают для того, чтобы все приватизировать. Я же говорил, что их основная задача украсть. Вот, как бы, это люди, которые, ну, вот я их обозвал как-то опарышами на теле России. Вот, значит, это опарыши, да, у них задача съесть как можно больше, да, а дальше хоть трава не расти. Вот, и, кстати, это очень хорошо видно по наездам на Путина, которые происходят в последнее время. Я совершенно не хочу сказать, что там воровать хорошо или еще чего-то, хотя то, что нам предъявили в качестве доказательств, конечно, неубедительно. А как сказал при этом Миша Делягин в своем, значит, сообщении в одной из соцсетей, как бы, после заявления Белковского о сорока миллиардах или там даже о триллионах, найденные два миллиарда выглядят как-то смешно. Вот, а это не значит, конечно, я, например, считаю, что совершенно безобразно сделали, поступили с Касьяновым, а самый главный смысл-то какой, да, ну, этот человек не пользовался никакой популярностью и зачем, да. При этом, на самом деле, они поставились, ну, собственно, я поздравляю, что это делали те же люди, которые делали, выпускали в сеть фильм про кино, про человека, которого похож на генерального прокурора и т.д. и т.п. И эти люди, в общем, они представляются мне крайне мелкими, омерзительными и вредными для государства российского в целом. Вообще, я хочу сказать, что мы тут вот с пятницы по воскресенье, три дня под Москвой будет выездной семинар, на котором мы как раз будем обсуждать вот эти вот темы о связях экономики и политики и о последних событиях. Там буду я, и там будет такой очень известный, очень грамотный политолог с Украины Дмитрий Джангиров. И мы пытаемся эти темы обсудить, и желающие могут присоединиться, да, у нас на сайтах на WorldCrisis.ru и на Hazen.ru можно приехать, потому что все то, что я вот сейчас говорю, это, конечно, скороговорка, да, в детали это нужно рассказывать, рассказывать и рассказывать. Вот эти опарыши, как вы их называете, разворовав, и когда они уйдут, можно же сейчас уже хоть как-то инициировать, я не знаю, проверки, после этого инициировать проверки, через какие-либо институты? Это нереально. Нет, это бессмысленно, потому что, ну вот тут вышла моя книжка, она в магазинах, она появится недели через полторы-две, «Лестница в небо». Вместе с Сергеем Щегловым мы ее написали, значит, сейчас пока вышел такой пробный тираж. Это книжка, в которой мы подробнейшим образом описываем, как устроена власть. И в том числе мы объясняем, что власть так устроена, что институты работают только в том случае, если имеется конкуренция. Если конкуренции нет, институты власти не работают, потому что все блокируется. Кроме того, верхняя элита не подсудна вообще. Наиболее четко это выразил Муссолини, который сказал «друзьям все, остальным закон». Вот «друзьям все». И по этой причине до тех пор, пока у власти находится вот эта команда Парыша, она способна заблокировать любое расследование. То есть нужно принимать политическое решение, что нам с ними не по пути. До сих пор они обеспечивали некий функционал для Путина. Прежде всего, это связи с МВФ, Мировым банком, с Вашингтонским обкомом и приток иностранных инвестиций. А сегодня инвестиций нету. Все, они закончились. То есть, эти люди функционально больше не нужны. Если бы Путин захотел их убрать год назад или два года назад, это было бы воспринято как объявление войны со всеми следствиями. То есть, с арестами всех счетов российских вообще на предмет их как бы связей, значит, закрыли бы Свифт, да, то есть отрезали бы наши банки, запретили бы экспорт нефти, ну и так далее. А сегодня эта ситуация, скорее всего, уже больше работать не будет. То есть, они на самом деле понимают. То есть, в общем, Путин, как известно, очень не склонен убирать тех людей, с которыми его связывали неформальные отношения. Хотя, то, что сделала по отношению к нему Набиулина или Шувалов или Дворкович, это, конечно, это не просто предательство. Да, они, грубо говоря, подставляют его под смерть. Потому что, если им удастся Путина скинуть, то его, безусловно, направят в Гагу, и к этому как бы все уже идет. Да, и он умрет, как Милошевич, или там как, значит, вот еще там кто-нибудь. То есть, в этом смысле, почему он их терпит, совершенно непонятно. Но для него, еще раз говорю, избавляться от людей, с которыми он работал, очень трудно. То есть, если бы они проиграли бы только на внутреннем фронте, то есть, экономика бы рухнула, но они бы при этом поддерживали хорошее отношение с Западом, он бы их, может быть, и сохранил, хотя бы частично. Но для любого руководителя, в принципе, было бы сложно, нет? Нет, есть те, которые легко меняют. Если человек не справился, они его легко заменяют. А если, соответственно, они провалили бы МВФ, но у нас был бы рост, он бы тоже бы их терпел. Но они бы провалили и то, и другое. И поэтому, я думаю, что вот уже к этой осени у них будут очень серьезные проблемы. Очень серьезные. Поэтому они очень боятся. Кстати, я думаю, что именно по этой причине так активно начали раскручивать все эти коррупционные темы. Потому что им говорят, ребята, сдавайте Путина, сдавайте, сдавайте, потому что иначе вы пойдете вместе с ним. Так что я не исключаю, что крысы обобегут с тонущего корабля. Где-то к осени. Об этом говорит Михаил Хазин. Очень много уже вопросов поступает. Плюс семь, девять, два, пять, сто один, сто семь, ну, это телефон прямого эфира. Присылайте смс-сообщение также через Телеграм, Ватсап и Вайбер. Обязательно будем и телефонные звонки принимать через несколько минут. Тут уже сразу спрашивают и про доллары, и про заседание опек и решение по нефти. Каковы будут ближайшие тенденции по ценам на нефть? Это сообщение от Дениса. Сейчас небольшая пауза, и потом ответим на вопросы. С нами экономист Михаил Хазин. Вопросов много. Давайте по порядку. По выборам. Как вы думаете, стоит ли идти в этом году на выборы? Сейчас, смотрите, учитывая то, что нету колонки и графы против всех, они ликвидированы. Народ вряд ли пойдет с охотой на выборы голосовать за партию власти. Мне кажется, что идти стоит, вот сейчас именно, и я, собственно, пойду, по нескольким причинам. Первый из них состоит в том, что, скорее всего, этой осенью будут происходить изменения. И чем радикальней, с точки зрения нелиберальности, будет Дума, тем более вероятно, что будут правильные направления по отношению к правительству. Очень важно, чтобы партия «Единая Россия» потерпела сильное поражение. Потому что, напоминаю, что «Единая Россия» — это партия правительства, это партия «Медведева». Это партия, которая несет персональную ответственность за падение жизненного уровня населения, за девальвацию рубля, за экономический кризис и т.д. То есть это обязательно. Если этого не произойдет, то в этом случае все это безобразие смело можно продлить еще на несколько лет. Потому что «Медведев» гордо скажет, смотрите, народ доволен. Второе. Если мы хотим реально менять эту либеральную модель, которая уже завершена, у нее больше нет перспективы, ничего кроме экономического спада она уже не даст, то нам нужно прежде всего сформулировать, собственно, что мы хотим. Ну или, по крайней мере, несколько вариантов, чего мы хотим. Это требует обсуждений. Какие бы ни были у нас умные эксперты, а на фоне, скажем, Западной Европы у нас абсолютно гениальные эксперты, очень много, все равно нужно обсуждать, да, ну, нужно публичное обсуждение проблем. И по этой причине предвыборная кампания и первые месяцы Думы — это важный момент для такого обсуждения. Именно поэтому я и хочу идти в Думу. Именно поэтому я выбрал партию Родина, потому что я понимаю, что думские партии давно уже стали частью бюрократической машины. Они говорят на языке, который формулирует правительство. А нам нужен новый политический язык, с которым что-то можно сформулировать. Именно поэтому я призываю всех, для кого как бы судьбы нашей страны есть не последнее дело, помогать. Но я как бы не призываю всех голосовать за Родину, хотя, может быть, это было бы и хорошо, да, но я призываю всех максимальным образом, ну, если можно, там, помогать нам в части вот этих вот публичных обсуждений, что можно сделать. Да, я очень постараюсь сейчас договориться с Родиной о создании некого публичного поля для обсуждений. Я понимаю, что это будет трудно, потому что мы не привыкли. Я призываю всех помогать тем кандидатам в депутаты, которые пытаются отстаивать альтернативный правительству дискурс. Потому что, на самом деле, ну, давайте отдадим себе отчет, да, я не могу конкурировать по финансам с тем представителем Единой России, который пойдет со мной по одному округу. Это невозможно. В этом смысле, то есть он, грубо говоря, будет заваливать всех граждан личными сообщениями, да, и хоть какая-то конкуренция должна быть. И не только у меня, но вот как бы я, еще раз повторю, я всех призываю. Сегодня мы подошли к ситуации, когда реально впервые, фактически, за 25 лет, ну, еще был момент 98-99 годов, но тогда Примаков фактически отказался менять эту модель, а ее уже нужно менять. Вот такая штука. Вы говорите про личные сообщения, вообще в целом про рекламный, да, бюджет, скорее всего, того или иного кандидата. Это действительно эффективно. Это не только рекламный. Дело в том, что, ведь, смотрите, да, вот я иду, да, значит, у меня там половина округа город, а половина село. То есть половина людей про меня почти наверняка ничего не слышала. В данном случае неважно. В городе, может быть, читали, может быть, видели. Но для них им просто нужно объяснить, что есть и другие люди. Потому что, вообще говоря, на селе ощущение такое, да, им все время говорят, вот есть представитель, как бы, вот, вы поймите, что, как там говорил Виктор Степанович Черномырдин, какую партию не строим, получаем КПСС. То есть у нас, на самом деле, в глубинке все равно КПСС. То есть есть одна партия, все остальные это сомнительные маргиналы. Да, вот нужно объяснить людям, что мы не сомнительные и не маргиналы. А в рамках Госдумы, если оппонентов все равно больше, и вы, например, в составе новой Госдумы, вы смогли бы продвигать свои идеи? Каким образом? Вот смотрите, да, у нас сегодня Госдума — это часть государственного аппарата. То есть она штампует решение, которое принимает Министерство финансов. У нас Министерство финансов — главный орган интеллектуальный. Что идиотизм, да? Вы где-нибудь видели, чтобы бухгалтеров назначали антикризисными управляющими? Такого не бывает. Значит, но проблема состоит в том, что обсуждать невозможно. В Госдуме нет обсуждения. Обсуждать надо. И я, конечно, понимаю, что если Единая Россия получит там некое количество, она опять всех возобьет. Но если в Думе будет хотя бы пара десятков толковых людей, то создать некоторую общественную активность мы сможем. Ну, некий рупор. Да, вот об этом и идет речь. Мы пытаемся это сделать. Я очень рассчитываю, что, условно говоря, клуб нормальных депутатов. Нормальных в том смысле, которые считают, что Думы — это место для дискуссии. И там надо обсуждать экономическую политику, надо ругать неправильные законы и т.д. Вот это я очень хочу сделать. Я очень рассчитываю на поддержку. Я просто уже был в Новосибирске. Там очень хорошее отделение партии Рудина, которое активно работает. Я знаю, что есть отделения в других регионах вполне разумные. И надо вот эту тему двигать. Я еще раз говорю, что мы не можем эту махину сдвинуть сразу, одноразово, быстро. Даже если будет смена правительства, все равно попытка использовать Госдуму как такой вот взбесившийся принтер, то есть систему, которая тупо печатает законы кем-то написанными, она, конечно же, будет. И вот с этим нужно бороться. Вот Асад, например, задает вопрос. А Родина не сольется в экстазе с Единой России, как это уже было? Ну, еще раз говорю, это от нас же зависит. Надо пытаться. Да, разумеется, уже были истории, когда партии, которые шли на выборы как оппозиционные, потом сливались. Но это все происходило в условиях, ну, скажем, в 2000-е годы. Можно сколько угодно там ругать Родину за историю 2003 года, когда она не сумела стать реальной оппозицией. Но давайте вспомним, какой был тогда экономический рост. Трудно спорить с партией, которая говорит, мы организовали этот экономический рост, там, 12%. И объяснить партии, что это не они, а цены на нефть, это было сложно. А вот, соответственно, сегодня, когда экономический спад, давайте смотреть прямо, да, вот в глаза. Будем смотреть в глаза кандидатам в депутаты Единой России, говорить, ты представляешь партию Медведева. Ты организовал спад, значит, жизненного уровня населения на треть. Ты организовал 4 года непрерывного спада. Объясни, почему народ должен за тебя голосовать. Ну вот, и нужно объяснять народу, что вот этот кандидат лично ответственен за то, что у тебя зарплата упала, там, твои доходы упали на треть. Лично. Потому что он поддерживает партию, которая поддерживает эта правительство. Почему не КПРФ, спрашивают у вас? А понимаете, вот КПРФ как раз полностью отбюрократилась. Раз, и люди, ну, понимаете, опять-таки, есть люди, которые могут с ними работать. Я знаю некоторых руководителей КПРФ, я с ними работать не хочу. Считайте, что это мое личное представление. Да, ну вот, грубо говоря, знаете, есть там такое выражение, я бы ему руки не подал. Да, вот господину Мельникову, который там в КПРФ, я не то, что руки бы не подал. Я даже не хочу с ним находиться в одном помещении. Мне противно. И по этой причине, ну, хорошо, вот я не могу работать с КПРФ. Да, пускай, может быть, кто-то другой может, но я в нее не верю. Потому что господин Мельников, он всегда хотел власти, а вовсе не там пользы для людей. Ну, вот, я к таким людям отношусь негативно, потому что любой политик, да, он может думать о стране и о людях. Нет, он, безусловно, хочет власти, но надо иногда и о людях думать. А есть люди, для которых, вот, как бы, есть политики, для которых люди — это расходный материал. Вот это очень опасно, и люди мне такие не нравятся. Давайте голосование запустим, после этого будут новости, и принимаем телефонные звонки уже давно, телефонная линия разрывается. Если Сминхазин, допустим, вот буквально сегодня идет на выборы с Родиной, потому что мы уже ближе к дню голосования не сможем. Кто готов его поддержать? Да, 280... Не только словом, но и делом. Делом. 280-12-32. Да, вы за Хазина вместе с Родиной на выборах в Госдуму. 280-12-32. Это первый номер для телефонного голосования. И 280-12-33. Нет, кто-либо угодно, но не Хазин вместе с Родиной. 280-12-33. Продолжим. Михаил Хазин с нами. Да здравствует Хазин и товарищ Сталин. Это сообщение Юрия. Глазев тоже в Родине? Нет. Глазев ни в какой партии. Советник. Советник президента. Это телефон прямого эфира. Прямо сейчас будем ваши звонки принимать. Еще телефонное голосование поддержим. 280-12-32. Вы за Хазина вместе с Родиной на выборах в Госдуму. 280-12-32. И 280-12-33. Нет, скорее против Хазин. Кто угодно, но только не Родина. Вместе с нашим гостем сегодняшнего эфира. 280-12-33. Не забывайте код Москвы 495. Ваши вопросы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Можно, да. Добрый вечер. А вы слушаете сейчас? Алло. Да, да, да. Давайте. В наушниках. Все. Да, да, да. Как вас зовут? Ваш вопрос. Меня зовут Александр. Я прекрасно отношусь к вашему гостю. Хотел бы вот еще спросить. Не считает ли он, что название лучше бы сменить партией? Потому что прежняя Родина себя полностью, по-моему, дискредитировала одним из руководителей. Не хочу назвать фамилию, известно каким, который сейчас во власти и... За ВПК, наверное, вы имеете в виду. Да, естественно, этого руководителя, который когда-то возглавлялся. Ну, я бы не сказал, что она прям так дискредитирована. Просто на фоне других это вполне ничего. Дело в том, что менять название и все остальное это не ко мне. Я же не член партии Родина. Я иду на выборы от партии Родина, потому что из всех партий, которые я видел, это, ну, как бы, эта партия, мне кажется, наиболее подходит для того, чтобы стать базой вот для новой модели обсуждения. Да, ну, выражаясь ученым языком, для нового дискурса. Но я не являюсь членом партии Родина. То есть в этом смысле я просто считаю, что этот проект сегодня оптимален. Но вы поймите, идеальных проектов, они вообще встречаются редко. А в нашей нынешней ситуации их мало и, собственно, их вообще нет. И нужно выбирать лучшие из того, что есть. Слушаем вас, алё. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Меня Максим зовут. Вы, конечно, очень талантливый экономист. Я вас постоянно слушаю. Ну, вы знаете, вот продолжение первого вопроса. Вот абсолютно идёт ассоциация с Рогозином. Сразу. Вот слушаешь Хазин, сразу Рогозин, Глазьев. И, понимаете, почему нет? Потому что ведь вам дали вот это построить Байконур, вот этому Рогозину. Не вашему, как вы сейчас сказали. Да, точно. Но ассоциация сразу с вами. Ну, ведь ужас, что он там настроил. И ужас, сколько там гряди с этими левыми фирмами, с этими, понимаете, настоящий коммунизм в худшем смысле этого слова. В чём здесь коммунизм? Да при коммунизме такого быть не могло. При коммунизме такого быть не могло в принципе. Слово «откат». Сколько грязи, сколько ужаса. У нас Олимпиаду построили демократы и Путин. А этому дали построить Байконур. Он уже 10 лет никак ничего построить не может. Ну, не Байконур восточный, но в данном случае ассоциация. Я не очень понимаю, да, потому что если бы ему дали столько же денег, сколько дали на Олимпиаду, может быть, он бы всё бы и построил. А самое главное, он же не контролирует. Я напоминаю, что Олимпиаду строило управление делами президента. И уж там грязи было столько, что просто ужас какой-то. Почитайте, как бы, что писали люди, которые это реально строили. Которым не платили деньги, там, ещё чего-то, ещё чего-то. В этом смысле мы живём, вот, собственно, вот у нас так устроена сегодня страна. И удивительно то, что что-то вообще строится. Удивительно, что что-то летает, ещё чего-то. У меня это лично регулярно вызывает удивление, поскольку я примерно себе представляю, как всё устроено. И понимаю, что в норме это всё работать не должно. То есть есть какие-то люди, которые, несмотря ни на что, совершают подвиги. Но я просто... у меня, на самом деле, ситуация очень простая. Предложите лучшие варианты, да. Вот смотрите, да, если мы хотим обсуждать ситуацию, использовать для этого выборы, нужно идти на выборы. Вы предлагаете мне идти независимым кандидатом и собирать подписи? Я хочу сказать, что я человек небогатый. Я не могу себе позволить собирать, как бы, колоссальное количество людей для сбора подписи. А у нас, как известно, сегодня не собирают подписи. У нас их покупают. Вот у меня нет денег на то, чтобы покупать подписи. Значит, я должен идти и собирать подписи с каких-то... Я это не могу делать сам, потому что я не успею. Значит, это должны делать какие-то люди. Я... среди них наверняка будут засланные казачки, которые наверняка будут делать неправильно. То есть это колоссальная совершенно машина, да. А если я иду от партии, мне не нужно собирать подписи. Но вот назовите мне другую партию, которая лучше. Я такой не вижу. Поэтому я в этом смысле не могу принять эти претензии. Кстати, Памфилова устраивает вас в качестве главы ЦИК? Да я что, понимаю, что они там делают? Я как бы как человек, я могу сказать следующее. Что то, что вместо Чурова пришла Памфилова, это означает, что... Ну, в некотором смысле это демонстрация. Что, ребята, не нужно разговаривать о тотальных фальсификациях. Их не будет. Я не буду сейчас обсуждать, были они при Чуре или нет. Какого масштаба. Вы уж меня простите, конечно, я тут у себя иногда на сайте Хазин.ру размещаю материалы с текущих выборов в США, с Праймерис. Я могу вас уверить, Чурову и в страшном сне не снился тот масштаб фальсификации, который есть в Соединенных Штатах Америки. Только в Соединенных Штатах Америки внешних наблюдателей быть не может. Потому что это у них уголовное преступление. Они приняли меры, да. Чтобы не было никакого ОБСЕ и прочего разного безобразия. Поэтому, ну, не надо, да. Вот. Кроме того, как бы, вот опять-таки, да, о партиях, обо всем остальном. Я вот недаром говорил, да, что мы будем делать семинар, вот, в пятницу, субботу, воскресенье. Если вам что-то не нравится, приходите, объясним. Лично. Ну, как бы, лично, как бы, в рамках неформального общения. Еще раз повторяю, одно дело семинара, на котором много часов каждый день. И совсем другое дело вот в наш формат. Если отличься от выборов, на секунду, смотрите, если произвести полный взаиморасчет, вопрос нашего слушателя. По долгам между всеми странами, то где у кого в итоге окажутся все деньги? Ну, это вопрос бессмысленный. Потому что все деньги, они американские. Потому что все, большая часть продаж происходит в долларах. Поэтому эти доллары американские. Еще по поводу акцизов на бензин-дизельное топливо. А как вы считаете, оправданно ли вот это второе за год повышение ставки? И когда вот реальное подорожание стоит ожидать? Это вопрос сложный. Потому что когда будет подорожание, ну, как бы, вот оно, подорожание будет. Это очевидно совершенно. Но оно, собственно, идет, идет, идет. Но до конца года. Да, вот. А нужно или нет, понимаете, я считаю, что надо менять налоговую систему. Надо стимулировать оборот рубля. И надо брать, наполнять бюджет за счет увеличения оборота, а не за счет увеличения, а не за счет, как бы, наезда на каждого конкретного налогоплательщика, вплоть до его умирания. Поэтому мне кажется, что нужно не повышать налоги, а их уменьшать. Вообще ни в одной стране мира в условиях кризиса налоги не повышаются. Это только наше ноу-хау, такое либеральное. В общем, тут много есть тонкостей. Я бы так вот... Ну, еще, да, еще одна вещь. Да, я вот объясняю, что невозможно этим людям что-то объяснить, потому что они властная группировка. Вот у меня книжка вышла, «Лестница в небо». Желающие могут зайти там на сайт, либо World Crisis, либо Hazen.ru. Там есть предварительная продажа, потому что есть у меня подозрение, что может не хватить экземпляров. Мало их напечатано. А, разумеется, будет, если будет, потребность будет допечатка тиража, но это будет, как бы, через какое-то время. Вот, поэтому желающие могут предварительно купить. Но я там это подробнейшим образом объясняю. Как устроена эта система. Итог голосования подведем прямо сейчас. 85% наших слушателей, скорее, проголосовали бы за вас в рамках партии «Родина» на выборах в Госдуму. Спасибо. 15% скорее нет. Спасибо. Ну, что, 85% — это неплохо. Это очень дальше хорошо. Но тут, правда, опять-таки, да, вот я как бы рассчитываю на то, что хотя бы там от 10% будет поддержка не только на словах, но и на деле. Поэтому я очень прошу, значит, вот есть, опять-таки, мои сайты, есть моя почта. Еще раз повторю, у меня нету спонсоров, которые бы мне дали денег на предвыборную кампанию. Поэтому то, что мы... Их сложно найти. Мы соберем с миру по нитке. Вы знаете, в чем дело? Может, и не сложно, но я этого никогда не делал. И самое главное, этого нельзя делать, потому что, как только вы находите базового спонсора, то вы сразу же попадаете в полную и тотальную зависимость. То есть спонсоров должно быть много. Потому что потом спонсор будет требовать инвестиций. Будет требовать, да. Хотя, вот как бы, еще раз повторяю, цель, да, сделать в Госдуме некоторую группу, которая будет двигать некоторые правильные подходы. Но есть и другие варианты. Например, у меня там есть проект политического клуба, цель которого — защитить бизнес в регионах от наездов региональных через, как бы, использование федерального ресурса, да. И этот клуб, конечно же, я его уже начал делать. Желающие, опять-таки, могут писать и звонить. Но я хорошо понимаю, что этот проект может вполне получиться только при условии, что будет, как бы, поддержка там в Госдуме и еще в других местах. Время передачи подошло к концу. Спасибо, Михаил Леонидович. Михаил Хазин, экономист, был с нами. Спасибо.